Видеоклип «Темная ночь», который подготовила национальная телерадиокомпания Чувашии совместно с военно-историческим клубом «Русский егерь», обрел большую популярность в интернете. В социальных сетях он собрал около миллиона просмотров. С теми, кто создавал этот важный проект, сегодня пообщалась наша съемочная группа и узнала все в подробностях от зарождения идеи до конечного результата. Известная песня «Темная ночь» была выбрана для клипа не случайно. По мнению сценаристов, именно она лучше всего отражает тоску солдат по любимой и родному дому. На чувашский язык стихи перевел народный поэт Чувашии Юрий Семендер. Я считаю, что очень хорошо получилось. Видно, что бойцы чувствуют дух эпохи. Мы, конечно же, этим роликом похвастались в нашем реконструкторском сообществе. И практически подавляющее большинство признало ролик очень соответствующим, очень душевным и соответствующим эпохе. Подготовка к съемке началась за два месяца. Искали локации, создавали декорации, разрабатывали костюмы, параллельно писали сценарий. Снимали «Темную ночь» в Марийских лесах, работали весь день без перерыва. На самом деле было несложно снимать, потому что сами актеры были очень сильно подготовлены. Ну да, конечно, уставали. Приходилось делать несколько дублей. С учетом того, что если мы видим клип три минуты, на один кадр уходило где-то по полчаса. Немало времени занял постпродакшн. На монтаж клипа ушло около двух недель. И именно в этом процессе немного поменялась сама идея. В процессе монтажа изменился немного сценарий. Добавили кадры боев, чтобы была какая-то рагическая связь. Ну и энное количество времени заняло перевод из дневного в ночное. Так как снимали днем, а песня все же «Темная ночь». Ранее служба кинематографии национальной телерадиокомпании «Чуваши» представила короткометражный фильм про создателя герба республики Элли Юрьев. А уже 19 мая состоится премьера картины про Ивана Яковлева. Как отмечает директор НТРК Алексей Гурьянов, все это только начало. И жители региона ждет еще много интересных видеопроектов. Анна Центовская, Юрий Марков, Республика.